МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». В студии Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день на счету глава Чувашии ознакомился с ходом уборки картофеля в Маргаушском районе. Кровавый понедельник. За один день на дорогах Чувашии произошло более 10 аварий. На пути к сенсации чебоксарские археологи продолжают поиски усыпальницы Марии Шестовой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 сентября в Чувашии зарегистрирован неожиданный рост количества дорожно-транспортных происшествий. В 12 авариях 6 человек погибли, еще 16 с различными травмами доставлены в больницу. На территории Маргаушского района на трассе М-7 погиб 71-летний пешеход. Мужчину на середине проезжей части сбил грузовой тягач. В Алатаре Митсубиси Ланцарь выехал навстречу и столкнулся с семеркой. Оба водителя скончались на месте. Пассажиры Жигули, 28-летняя женщина и 4-летний ребенок с травмами доставлены в местную больницу. В Порецком районе водитель бесправ на Фольксвагене наехал на велосипедиста. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. Также 16 сентября после 9 вечера на трассе Цивильск-Канаш водитель Фольксваген Тигуан не справился с управлением. Выехал навстречу и столкнулся с автомобилем Рено Логан. По данным управления ГИБДД по республике, водитель Фольксвагена находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб водитель Рено Логан. Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент для деблокации еще двоих пассажиров. Это женщины 55-го года рождения и мужчины 80-го года рождения. Женщина с ушибами доставлена в городскую больницу, а молодой человек доставлен с ушибами в Цивильскую районную больницу. Таким аварийным оказалось начало недели. Если сравнивать с прошлой, даже во время сильных дождей в республике ДТП было значительно меньше. И пострадало в них всего три человека. ГИБДД напоминает, будьте осторожны на дорогах. МЧС завершает спасательную работу на Дальнем Востоке. Об этом сегодня заявил министр по чрезвычайным ситуациям России. При этом он подчеркнул, что сотрудники ведомства продолжают заниматься восстановительными работами. Находятся в Преамурии и спасатели из Чувашии. На сегодняшний день наша группа из восьми человек переведена вертолетом в населенный пункт Тыр Ульчинского района Хабаровской области. И наши восемь сотрудников, которые выполняют задачи по оказанию помощи местному населению, поколили подготовительные работы. В этом населенном пункте под затопление попадало девять домов. Вот, в общем-то, эвакуацию провели этих местных жителей из этих домов. Руководит этой командой спасатель сотрудников ГИМС Мамутин Михаил Юрьевич. Он руководитель нашего Чебоксарского инспекторского отделения. Это их уже третье место расположения. Каждый день мы в 10.00 по московскому времени мы выходим на связь. Минздрав соцразвития Чувашии просит жителей республики рассмотреть возможность приема семей с детьми, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке в своих семьях. Информацию о тех, кто готов предоставить потерпевшим от стихии кров, ждут по телефону 62 50 70 по электронной почте соц12 собака кап.ру. Спокойствие, только спокойствие. С такой просьбой к населению республики обращается штаб по управлению контртеррористическими операциями. Дело в том, что в регионе продолжаются масштабные учения с применением военной техники и авиации. Завершающий этап пройдет на территории Красноармейского района 18 и 19 сентября. Население просит соблюдать меры личной безопасности и непрепятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. Каждый погожий день на вес золота. В Чуваш идет уборка картофеля и овощей. С ходом работ в Маргаушском районе познакомился глава республики Михаил Игнатьев. Вот так вот день за днем, невзирая на погоду, в две смены в юнгинском сельском поселении Маргаушского района идет битва за урожай. В полях работает импортная техника. Ручной трот практически не используется. На сегодня убрано больше половины всего посаженного картофеля. А это свыше 1 тысячи тонны. Урожайность 200 сантиметров с гектара. Подход к уборке здесь особенный. Весной второй хлеб посадили по голландской технологии, при которой междурядье составляет 90 сантиметров, при привычном для нас 75. В таких условиях корнеплод отлично растет и сохраняет влагу даже в засушливое лето. Средний сорт, хороший сорт. Покупатель очень красный любит. Поэтому сейчас там дальше кураж пойдет, голландский сорт тоже элитный. Свои покупатели, да, в основном? Каждый год разные. В прошлом году Магнитогор сбрал. В этом году Ростов надо, но все закупает полностью. Догр закрутили. Цена устраивающая? 7 рублей. Михаил Игнатьев порекомендовал цену не сбивать и активно принимать участие в городских выставках-ярмарках «Дары осени», чтобы горожане также могли закупить на зиму качественный, экологически чистый продукт. Глава администрации района Ростислав Тимофеев рассказал, что еще каких-то 4 года назад о таком урожае местные аграрии могли только мечтать. Ситуация была плачевная. На полях рос бурьян, об иностранной технике никто и не думал. Все изменилось, когда появились инвесторы. Инвесторы пришли. Сегодня они в этом поселении обрабатывают более тысячи гектаров земли, которые раньше были заброшены. И поэтому позитив он всегда есть. Потому что, да, и сельское хозяйство всегда мешает погодным условиям. Это объективный фактор. Но, как указал Михаил Васильевич, есть только технологии. Применяя новые технологии, новые методы подхода к работе и на выращивание того же картофеля можно добиться результата. Сейчас за маргаушскими овощами приезжают фуры из самых разных регионов страны. Только картофеля нынче на Юг России везут около 500 тонн. Часть урожая идет на семена. В здании бывшей молочно-товарной фермы предприимчивой аграрии организовали овощехранилище. Для того, чтобы картофель и другие корнеплоды можно было хранить круглый год, установили оборудование, которое сохраняет специальный микроклимат. Места в картофельхранилище еще предостаточно. Главное сейчас – собрать то, что посадили весной. Не уберут урожай, они потеряют, прежде всего, финансовое отношение. Мы, органы власти, должны создавать условия, субсидировать все направления государственной поддержки, вовремя трансформировать. Исходя из этого, на сегодняшний день у них есть интерес убрать весь урожай, который на сегодняшний день зреет на полях. Глава республики осмотрел также поля с озимами. На данный момент ими в Маргаушском районе засеяно почти 5000 гектар. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В посольстве Республика Польша в Москве проходит презентация промышленного и инвестиционного потенциала Чувашии. Нашу республику представляют руководители и специалисты промышленных предприятий, компаний и торговых организаций во главе с министром экономического развития Алексеем Табаковым. По данным таможенного поста, внешний торговый оборот между Польшей и Чувашией за 2012 год превысил 8 миллионов долларов США. Сейчас в посольстве Польши работает наша съемочная группа. Репортаж вы увидите уже завтра в это же время. Основателю Чувашского драмтеатра и основоположнику Чувашского кинематографа Иакиму Максиму Кошкинскому на днях исполнилось 120 лет. Жители деревни Кошкиного-Тимбаева Титюшского района Республики Татарстан подготовились к этой дате основательно. На родине знаменитого драматурга побывала наша съемочная группа. Кошкинский или Кошкинский? Вот в чем вопрос. Жители деревни Кошкиного-Тимбаева с огромной любовью относятся к своему земляку и подчеркивают его территориальную принадлежность даже в фамилии. Не только облик создателя первых чувашских фильмов, но и других выдающихся деятелей Титюшской земли навеки запечатлели в мемориальном комплексе. Здесь прописались основатель чувашского алфавита Иван Яковлев, поэт Александр Тимбай, Александр Алга, певица Анна Казакова, прозаик Тихон Педерики, педагоги и этнографы Алексей Рекеев, Николай Рязюков. Новой достопримечательностью села теперь любуются и стар, и млад. Дальние родственники, основатели чувашского драмтеатра и односельчане вспоминают его лишь добрым словом. Помню, когда в школе учился, значит, мальчишкой был. Вот. Туда ведь больше внимания, можно сказать, уделяли тех, кто участвовал в войне. Кто приезжал в медалях, орденах. Вот. А вот Максим Кашкинский, он себя держался скромно. Вот. И тем более, он потом только узнали, что репрессированный. Он больно, так сказать, и постеснялся, или же такая обстановка была. Чувствовала, что за нем следили. В 1937 году Максимов Кашкинский и его супруга-актриса Таня Юн были арестованы НКВД. Национализм, контрреволюционная деятельность, связь с японской разведкой, подрывная деятельность в театре, чего только не инкриминировалось заслуженным артистам. Кстати, звание с них обоих сняли. Оба провели в тюрьме около двух лет. После освобождения уехали в Москву. Вся жизнь Якина Максимова Кашкинского была отдана искусству. Всегда, на всех этапах творчества, ему была присуща энергия, инициативность первопроходца, благородное стремление служить народу. Он первым в России основал национальную киностудию «Чувашкино». Хотелось вам в одной картине рассказать, показать все столь чувашки жизни. Это, конечно, была ошибка. Но нам отступать было нельзя. Народ ждал чувашскую картину. Всего за пять лет своего существования студия «Чувашкино» произвела шесть художественных и три документальных фильма. Это был настоящий культурный прорыв. Сегодня уникальные фильмы Максимова Кашкинского хранятся в архивах и частных коллекциях США, Египта, Туркмении, возможно, в каких-то других странах. В Чувашии есть только несколько фрагментов фильмов «Ял» и «Священная роща». Остальные картины были уничтожены в конце 30-х. Мы планируем показы фильмов, созданных Максимовым Кашкинским, а также демонстрации уникальных фильмов в нашем кинозале. Есть планы и по благоустройству родового гнезда Иакима Максимова. Осиротевший дом 1909 года постройки может превратиться в музей. Но пока родственники известного режиссера, актера, драматурга, театрального педагога с нетерпением ждут встречи с Татьяной и Андреем Градовым, внуками Максимова Кашкинского и Таней Юн. Татьяна полюбила зрителям, снявшись в картине «Операции И» и другие приключения Шурика. Фильмография Андрея Градова, заслуженного артиста России, насчитывает несколько десяток картин. Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Чебоксарские археологи в ближайшее время раскроют тайну усыпальницы Марии Шестовой. Во время раскопок ему же удалось обнаружить немало артефактов, представляющих ценность для истории. Каждая находка помогает специалистам практически со стопроцентной уверенностью сказать, погребение сохранилось в целости. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 18-19 век. Ну, это не современная вещь, да, это однозначно. Не советская вещь. Вот так, на глаз, археологи определяют возраст своих находок. Точный ответ потом дадут эксперты, но уже сейчас понятна экспедиция на верном пути. Осколки витражей, обломки черепицы, напольные мозаики. Все это обнаружено на месте разрушенного в 30-х годах храма. То, что он располагался именно здесь, подтверждают и старые фотографии. Надежда отыскать усыпальницу не умерла, даже когда археологи откопали вот этот пень. Дерево посажено более 50 лет назад. Именно в это время на территории бывшего монастыря появился парк. Мы углубились в нашем роскопе почти на полтора метра. И сейчас мы можем наблюдать в стене на пластовании отдельных горизонтов. Мы видим чередование слоев глины и темных почвенных горизонтов, в которых встречаются угольки, обломки кирпичей, кусочки битого стекла. Все это, вся толща, это насыпной грунт, который, вероятно, по нашим предположениям, сформировался в 30-е и 40-е годы после разрушения Никольского собора. А из кирпичей монастыря возвели жилой дом. Специалисты уверены, что разбирать храм в те годы пытались аккуратно. Кирпичная кладка того самого южного предела, под которым должна находиться усыпальница Марии Шестовой, нетронута. По всей видимости, именно здесь находился алтарь. Стены, здания, закругленные формы, то, что они действительно были такими, заметно на старой схеме. Здесь рядом стояла колокольня большая. Она была наклонена, как пизанская пашня. И вот его разрушили где-то в 30-х годах. А вот эти обломки как раз, мы думаем, предполагаем, что это из этой колокольни. А с той стороны, это уже после разборки церкви. Как раз тут это разобранное из двух зданий получается. Сначала кладка пола южного предела, потом и сама стена. Археологи следуют и советам геофизиков. Эту территорию специалисты исследовали досконально. Впоследствии к нам стали приходить наши друзья, знакомые, и приносить всевозможную информацию, подсказывать, где и что, как это могло произойти. И вот благодаря этой информации, а самое главное, аэрофотосъемке 26-го года, когда еще стояла церковь Никольская, мы смогли рассчитать по тем зданиям, которые сохранились сегодня, где более точно располагается южный предел этой церкви. И заложили раскоп номер два, который вот за моей спиной. Спустя три недели на территории южного предела археологам удалось раскопать цементную плиту. Сенсация это событие называют с осторожностью, но по всей видимости, именно под камнем находится усыпальница. Сверху над ней сто лет назад возвели настоящий саркофаг. Сейчас его очищают от грязи. Сейчас мы в процессе раскопок, и после того, как мы расчистим и вскроем, и нам станет очевидно размеры ее, формы, и мы будем думать, что делать дальше. Вероятно, мы создадим комиссию заинтересованных лиц, потому что это дело не только археологов, это дело всей общественности города. Дорожники Чувашии завершили строительство 10-километрового участка трассы Вилюй в Якутии. Такого качества Якутия еще не видела. Так оценила работу акционерного общества Дорис заместитель председателя правительства Республики Саха, открывая автодорогу. О том, какие технологии применялись и какое значение эта дорога имеет для дальневосточного региона, смотрите наш репортаж сразу после информационного выпуска. А я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго.